Привет, красотка! Я думаю, это видео максимально долгожданное. Самый популярный вопрос, который сейчас попадает ко мне, неважно в какой сети, неважно где, это ну как? Как прошла ваша свадьба? Как прошел самый важный, самый... Не знаю, какой вообще невероятный день в жизни? И вот я записываю это видео. Сегодня 20 августа, это означает, что вчера и позавчера были дни нашей свадьбы. И мне просто не терпится все рассказать, поделиться. В первую очередь, если честно, просто для того, чтобы это запечатлеть на память. И даже если ты, вот человек, который меня сейчас смотрит, скорее всего не видеоблогер, я все равно очень бы посоветовала записывать вот такого рода ролики для самого себя, для своей семьи, для памяти, чтобы это все не улетучивалось. Понятно, что самые главные воспоминания, они останутся здесь. Но это все имеет свойство забываться, потому что в течение времени происходят другие моменты, возвращается какая-то рутина, и ты уже думаешь, ну да, было прикольно. Но на самом деле было так ярко, так незабываемо, что хочется запечатлеть мои эмоции, какие они прямо вот сейчас, вот самые свежие спустя день после свадьбы. Ставьте на паузу, идите на кухоньку, берите там что-нибудь вкусненькое и возвращайтесь ко мне. Но я хочу начать, наверное, с начала. А начало это не день самой свадьбы, это, наверное, подготовка. Но я не буду сейчас вам рассказывать все полгода, которые у нас проходили до свадьбы, но я просто хочу сказать, если бы мне кто-то когда-нибудь спросит, Саша, спустя всю вот эту вот работу, которую вы проделали, куча месяцев каких-то обсуждений, поисков нужных людей, посоветуешь ли ты праздновать свадьбу? Я скажу, да, конечно же, да. Определенно, да, работы было очень много, если бы не организаторы. Мне кажется, я готова вот так вот просто благословить этих людей, потому что они настолько облегчили нам работу. Я, если честно, в самом начале немножечко думала, что это ненужные люди. То есть я думала, окей, декоратор нужны, окей, ведущий нужен. Но организаторы, это, скорее всего, просто трата денег ненужная. Нет, это самое нужное вложение в свадьбе. Но, опять же, если организаторы хорошие, нам просто безумно повезло. Я настолько рада, что мы поработали с ребятами. Это компания Дин Дэй. Они проводят свадьбы и в Екатеринбурге, и в Сочи. И если вы в этих городах будете праздновать свою свадьбу, или кто-то из ваших знакомых, друзей и родственников, то вот за кого я готова отдать свое слово, и за кого я готова прям постоять. Это вот за этих ребят, которые с нами прожили этот день. У них не два глаза, как будто, вы знаете, а 22. Они все видели, они совсем следили, они совсем не договаривались, они безумно облегчили нам жизнь. Но, тем не менее, так как у меня какой-то, видимо, в голове все-таки есть перфекционистский, знаете, пунктик, у меня все равно последние недели, последние 10 дней перед свадьбой я была немного на нервозе, это все замечали. Мама лишний раз-то мне боялась, мне кажется, вообще позвонить, потому что я всегда так изучала. Да, хорошо, мам, ладно. Я это сейчас понимаю, я думаю, что и меня, друзья мои, родственники тоже понимают. Очень много людей на самом деле такие некомпетентные, оказывается, и очень много всего, когда навалилось. Здесь не получилось, там не получилось, мне казалось, что это невозможно все успеть. Я просто люблю все доводить до идеала, и иногда эта черта меня губит. Так что мне одновременно и жаль, что этот день не подошел к концу, потому что мы работали ради него там полгода, что-то делали, придумывали. Но одновременно я рада, я рада, что это все завершилось, я рада, что прошло все как я хотела. Второй момент, теперь наконец-то открываю тайну, где же это проходило. Кто в Екатеринбурге, там из Свердловской области, вы, наверное, знаете это место. Это загородный отель Гринвальд. Это место для меня место-рай, потому что там есть сосны, там есть природа, там есть озеро. Там есть активные виды спорта. Можно поиграть в большой теннис, маленький теннис, искупаться в подогреваемом бассейне, поиграть в пляжный волейбол, посидеть в сауне. Там вот так много всего вот этого движного, так много природы одновременно, что я когда увидела это место, я прям подумала, да. Наверное, это было бы идеальное место проведения для меня, для наших гостей, чтобы они отдохнули, побыли два дня на природе. Теперь давайте по порядку о том, как прошел весь день. Если вы никогда не были на свадьбах, а я никогда не была на свадьбах, для меня это был первый опыт, и тут же, оп, моя свадьба, то вам наверняка будет интересно, как это вообще все происходит, что бывает. Я никогда не думала, что в свою свадьбу я высплюсь, спокойно с утра поем кашу, посмотрю инстаграмчик, позанимаюсь своими какими-то делами и спокойно поеду на машинке в лес. Мы заселились и началось утро невесты. Что такое утро невесты? Сейчас для меня эти слова все, они как бы кажутся нормальными, понятными, но раньше, там год назад, когда я не занималась свадьбой, когда я не знала, что вообще происходит, для меня это бы сочетание, это бы словосочетание, оно казалось бы непонятным, в смысле утро невесты. День невесты тоже существует, вечер тоже. Нет, утро невесты это отдельный такой момент свадебный, когда невесту собирают визажисты, парикмахеры. У меня это был один человек, стилист. Кстати, такое маленькое отступление. Все подрядчики, а подрядчики это тоже свадебное слово, можно сказать. В общем, это люди, которые занимались подготовкой нашей свадьбы, которые очень нам помогали. Я обязательно поделюсь ссылками на этих людей. Пускайтесь в инфобокс и найдете их там. Утро невесты, да? Вернемся. Когда стилист собирают невесту, когда подружки невесты хлопочут рядом. Давай мы тебе здесь подправим, платьишко наденем и так далее. Ну, в общем, вот этот весь процесс, это утро невесты. Одновременно ее фотографируют, снимают на видео, смотря что вы заказываете. Сейчас будут самые, наверное, волшебные минуты, которые могут быть, потому что мы пойдем наблюдать за бракосочетанием, да? Будем плакать. Вот оно, волнение под рук, аж коленки трясутся. Я подошла к Сашиному платью, предоставила его затягивать. И просто у меня руки вот так. Спасибо, Лина. А жених тем временем, либо один, либо со своим другом, либо с друзьями, надевает костюм, готовит бабочку. Все это происходит в разных комнатах. Жених с невестой друг друга не видит. И это, кстати, было мое такое условие, что Денис не только меня не может видеть при сборах моих. Он не может меня видеть, в принципе, до регистрации. А если что, обычно люди делают так. Где невеста собралась, жених собрался, они пофоткались, сняли видео и потом идут на регистрацию вместе. А я хотела, чтобы на регистрации под арочкой он меня увидел впервые, так сказать, в платье, растрогался и так далее. Поэтому мы были в отдельных комнатах. И, конечно же, я все-таки бьюти-блогер, наверное, это важный вопрос. Какой у меня был макияж, какая у меня была прическа, маникюр, педикюр, вот все вот эти девчачьи штучки. Если хоть один мальчик нажал на это видео и смотрел его до этого момента, мне кажется, вот прямо сейчас самое время просто отключить и сказать, ладно, понятно, неинтересно. Итак, девочки, макияж у меня, конечно же, был нюдовый нюд, потому что это свадьба, потому что это нежный образ, потому что это невеста. Мы заранее со стилистом репетировали, мне сразу же все понравилось. Прическа у меня была, вот здесь был объем, такой же примерно, как сейчас, и пучок, пучок, созданный из локонов. И, получается, сверху вдевалась фата, и фата была перекидная, то есть она была и спереди, и сзади длинная, уходила в шлейф. Маникюр, сразу же отвечу по бьюти части, у меня был френч, я впервые делаю френч на миндальных ногтях, и смотрится, ну, прикольно, но я больше не сделаю, наверное, только ради свадьбы, и стоит делать френч на миндале. С педикюром у меня получилось похуже, потому что я тоже планировала сделать френч, и здесь, и там, но каким-то образом, когда мне мастер снимала мой старый гель-лак, она увидела синяк на весь ноготь, просто увидела синяк. И я сначала такая подумала, о, нифига, ну ладно, в принципе, это я, я не удивлена, хорошо. Она такая, ну, как бы, френч не получится, ты чё хочешь, синий ноготь и белую полосочку, и я поняла, что, блин... Это вот было в тот момент, когда всё валилось из рук, вот эта вот неделя до свадьбы, когда много людей подставляло нас, когда много людей не выполняло свои обязанности, и в итоге мы сделали просто телесный педикюр. Ничего страшного. Идём далее. На утро невесты нас, кстати, снимали и фотограф, и видеографы. Это было так необычно, знаете, это какие-то папарацци со всех сторон, особенно для девочек, для моих подружек-то они не привыкли, что видео снимают. Вот я вот привыкла, что передо мной стоит штатив, я снимаю себя на камеру, для меня это уже нормальная такая ситуация, а девочки такие, почему так много камер? Зачем мы это делаем? Итак, подходим к интересненькому. К трём часам дня приезжали основные гости, то есть это все-все-все-все-все. Их ждал фуршет, то есть они приехали, кто-то вообще из Тагилы приехал, кто-то из Челябинска, поэтому они с дороги хотели перекусить, заселиться в свои номера, отдохнуть немножечко. И я не виделась ни с одним из гостей. Я сидела у себя в комнатушке, как, знаете, это принцесса заколдованная в темнице, и мне нельзя было никуда выходить. До регистрации меня нельзя было никому видеть, кроме моих подружек и моей мамы, разумеется. Мне надели платье, мне надели фату, какое у меня было платье. Платье у меня было нестандартное, оно не было белым, как это привычно, наверное, свадьбе, и я сразу же решила, что я не хочу белое, просто чисто белое платье. Я хотела какого-то цвета шампанского, либо ванильного, либо пыльного розового цвета. Может быть, вы помните, я снимала видео «Выбираем свадебное платье», мы с Лерой ходили и искали, и, конечно же, в самом видео я не показала само платье, потому что, ну, должна быть какая-то, типа, тайна. Вот такое у меня было платье, оно с длинным шлейфом, оно было с очень таким богатым вот здесь вырезом, поэтому я сюда вообще ничего не надевала, сделала высокую прическу, и вот такие вот сережки у меня, собственно, и были. Знаете, что я еще хотела рассказать про погоду? Дело в том, что я еще за три месяца, наверное, смотрела погоду на этот день, и каждый, по-моему, день обновляла, обновляла и пыталась хотя бы примерно понять, какая будет погода. Сколько раз я не смотрела, всегда было ясно 22 градуса, ясно 22 градуса. Ровно за неделю до свадьбы в прогнозе стал появляться дождь, за пять дней стал появляться ливень 90%, думаю, за три дня было написано «Ливень весь день». Я подумала, что, блин, за фигня, у нас выездная регистрация, у меня будет прическа, у меня будет фата, у меня будет платье, но я взяла ситуацию в свои руки, потому что я подумала, что все зависит, на самом деле, от твоих мыслей. И я заставила Дениса и себя каждый день визуализировать картинку того, как мы на регистрации стоим с ним под арочкой, и над нами голубое небо. Достаточно тепло, и мы чувствуем себя комфортно. И что вы думаете? Ровно так и было. Самое главное, когда меня собирали, когда меня красили, когда мне делали прическу, шел такой дождь, и ровно когда мы закончили меня собирать, когда приехали гости, просто небо такое... Было голубое небо, белые облака, так что красотки, сила мысли, это очень... это очень много значит. И меня выводил на пирс папа. Я взяла его под руку, и мы пошли. Ну, конечно же, сначала выходили родители, садились, потом выходили подружки-невесты, друзья жениха, сам жених под крутую музыку, типа он классный вообще царь этого вечера. Все это, конечно же, поддерживала регистратор, это отдельный человек. Она отвечала за то, чтобы вся атмосфера на регистрации проходила сплоченно, в то же время, чтобы мы немного поплакали, посмеялись. В общем, ей тоже отдельное спасибо. Вы знаете, что я сейчас чувствую? Осталось минут 10 до выхода, и там сейчас пока выходят там подружки-невесты, родители, и потом выйду я с папой. И, господи, боже мой, это так страшно. И я выходила под лану для Лерей! Это было так мило! В общем, на регистрации нас поздравили, мы пообнимались, и перешли к банкету. Я не буду, наверное, рассказывать всю программу нашего банкета, мы просто сидели, просто были какие-то конкурсы, постоянно был какой-то движняк. Вообще, вся свадьба пронеслась, как одно мгновение. Меня это настолько поразило, в какой-то момент я подумала, что, а, сейчас, наверное, еще девяти нет, а было уже полодиннадцатого. И я такая, как так? Боже мой, уже все, конец. Это было просто феерично, я действительно каждую секунду что-то где-то принимали все участия. Я расскажу так, чисто из особенностей, что у нас была живая музыка, то есть у нас была группа. Я боюсь обидеть, если честно, как это правильно все называется, но, наверное, это был саксофон, труба и что-то еще. Но, в общем, вместе это смотрелось невероятно красиво, невероятно современно, джазово. Нам, кстати, организаторы подсказали такие оригинальные способы бросания букета. Точнее, вместо бросания букета, знаете, как обычно, невеста бросает букет, там подружка ловит, значит, он следующий выходит замуж, тра-та-та. У нас было немного поинтереснее. Как я считаю, для меня это интереснее, потому что это просто оригинально, я никогда об этом не слышала, не знала. В общем, мы разложили на стол много-много-много цветов, и все цветы были в единственном экземпляре. И я заранее загадала один цветок, написала его на бумажке, прямо вот там на свадьбе, я загадала розовый пион. И всем девочкам, кто не замужем, удалось задание создать самой себе букет, то есть там набрать нужные цветы, никто не знает, что я загадала, и просто собрать букетик. А потом я открываю эту бумажку, читаю, что я там загадала розовый пион, и та девочка, которая в свой букет собрала розовый пион, она и станет якобы следующей невестой после меня. Итак, Александр, та-да-да-да, мама, наверное, другой, что же там? Розовый пион. Розовый пион. А вам есть за кого-то, кстати? Нет, но ничего страшного. А насчет подвязки, если вы в курсе, то подвязка это такая штучка на резиночке, которую невеста носит на пляшке, и якобы она должна снять ее такая, жених должен бросить своим парням, и вот кто поймает, тот женится. В общем, я не хотела, если честно, раздеваться, снимать с себя какое-то нижнее белье, и мы сделали эту традицию немного иначе. Мы купили единорога из бумаги, это называется вроде пиньяты, она набита внутри всякой бумагой, и мы туда засунули подвязку. Позвали всех парней, кто еще не женат, завязали им глаза, дали биту в руки, развернули на 360 градусов, и кто попадет и разорвет в хлам просто эту пиньяту, у кого выпала эта подвязка, тот и победил, тот и женится ближайший год вроде бы. Ну вот, давайте поиграем в эту как разорветку. Конечно же, мы танцевали с Денисом, танец, он был такой сосредоточенный, он прям такой, знаете, был в моменте. И у меня был сюрприз для моего жениха-уже мужа. Я ему спела песню. Я взяла песню, которая для нас очень много значит, точнее, взяла ее минус, убрала полностью все слова английские и создала текст, который будет отображать нашу с ним историю по нашим ключевым каким-то событиям в жизни. Я, если честно, когда задумалась о том, что хочу что-то подобное сделать, что хочу на свадьбу тоже подарить что-то своему жениху, а не просто там сидеть вот так вот и такая, я королева этого вечера, поздравляете все. Я задумалась, что бы это могло быть, и я почему-то сразу подумала на песню, но потом поняла, что моя музыкальная школа в возрасте 12-13 лет не очень много оставила следов, и петь я, конечно же, не очень хорошо умею. То есть я принимала участие в ансамбле в школе, но одно дело, когда рядом с тобой поет еще 4 человека, и ты как бы вместе с ними в одном русле, да, я попадаю в ноты, да, я могу дотянуться до высоких нот, но это когда рядом с тобой тоже люди поют, а не когда ты один поешь соло. А здесь нужно было не только спеть это соло, но еще и чтобы оно было там с рифмой, со всем, примерно за месяц, за полтора. Я решила найти людей в Екатеринбурге, которые мне могли бы помочь. Я нашла и человека, который мне поможет немного подтянуть мой вокал, то есть буквально у нас было 2 занятия, за которые я немножечко хотя бы распелась, за которые я немного вспомнила, как держать микрофон, как вообще с нотами себя вести. Еще один человек, который мне помог создать нормальные, адекватные рифмы, всю эту историю превратить в красивые стихи. И этих людей я нашла на просто сайте YouTube, если что, это не реклама, это просто сайт действительно, который всем известен. Ты пишешь какое-то задание, что тебе нужно сделать, и там находятся люди, которые могут выполнить это задание, например, за определенную плату. И я там нашла вокалиста-музыканта, женщину, которая мне может помочь. Ее муж в итоге сделал мне минус на эту песню, потому что минуса на эту песню просто не существовало. А ее подруга помогла мне сочинить стихи, то есть у них прям такая банда-команда. Если вы вдруг захотите написать песню, сделать там минус, аранжировку, даже если вы живете в другом городе, это нужно сделать дистанционно. Я буду очень рада вам помочь, я тоже оставлю ссылки на них в описании, потому что мне они очень сильно помогли. Я прям боялась, что я не успею, что что-то не получится, но раз Денис растрогался, значит все получилось. Давайте перейдем к следующему этапу. Следующий этап это был фейерверк. Это было такое, на самом деле, фееричное завершение всего вечера, потому что я не ожидала такого разлета, вообще такого эффекта. Мало того, что у нас горели сердца, которые мы зажгли сами факелами, мало того, что еще горели какие-то штуки, я не знаю, как они называются, искры, короче, какие-то, так еще и весь салют был создан под музыку. Love me like you do, вроде бы называется песня. И там все под припев, под каждый такт, просто все небо было в огнях над нами. Это было настолько эффектно, я такого салюта не видела даже на дне города. Может быть, это, конечно, еще эффект то, что ты прям стоишь под ним, и ты все это ощущаешь. Но, конечно, мне кажется, для свадьбы вот это вот завершение, такой этап, это очень стоит того. У меня все, на самом деле, гости удивились, что не так дорого вышло, насколько это выглядело. Ну и мы близимся уже к завершению. После фейерверка такой вот тоже пиковой точкой стал наш прыжок с Денисом в бассейн. Как я уже говорила, на территории отеля был бассейн, который подогревается. Но мы прыгнули в бассейн, там было так тепло, там было так здорово. Никто это не ожидал из гостей. Мы заранее договорились с видеографом, с фотографом, что это будет как бы отдельная такая сессия. И мы разбегаемся, прыгаем в бассейн. И после этого столько гостей прыгнуло к нам в бассейн, потому что это было так драйвово, так было классно. Но нас-то ждали организаторы после этого, так с полотенцем. Вот для чего нужны организаторы? Они просто как мама и папа. Вот так вот стоят с полотенцем, такие, ну все, выходите. Полотенцем укутали, отправили в номер, сказали, мы принесем вам тортик, мы принесем вам подарки, идите отдыхайте. И что за сказка? Ну, в общем, молодожены по традиции должны идти отдыхать в номер, а гости могут продолжать свой движ. Ну, в общем, сказать, что мне понравилось и сказать, что это был день моей мечты, это вообще ничего не сказать. Потому что я вообще не представляла, что такое возможно, что все, что я рисовала себе в голове, все, как я представляла, оно действительно так и произошло. Я очень счастлива. Я очень счастлива, что этот день прошел, что он прошел так ярко, запоминающе. Безумно рада, что могу записать это вообще видео. Просто даже себе на память, мне кажется, я опять горло сорвала. Ну и ничего страшного. Кстати, рядом со мной лежат цветы, я забыла рассказать. Это цветы не живые. Это цветы сахарные. Они полностью съедобные. Но я не сказала бы, что они очень вкусные, потому что они просто сделаны из сахара, и ты как бы ешь как будто сахар. Поэтому я их решила сохранить. Они могут стоять всю жизнь. И они были у нас на торте. Сладимый торт! Плачь и смелый! Какой же он красивый! Только посмотрите, а! А какой он вкусный, товарищи! И отрежьте обязательно своего родителя по кусочку торта. Давайте поддержим, ребят. Пожалуйста, поддержим, поддержим! Какие они красивые! Я просто в шоке. Я прям хочу их сохранить, потому что они могут стоять в вечность. Но они никогда не испортятся, они никогда не деформируются. И это все ручная работа. Ну скажите же, что это просто шикарно. Как такое можно вообще руками сделать? Я не знаю. В общем, красотки, я очень надеюсь, что как минимум вам было просто увлекательно, интересно послушать, как все прошло. Может быть, вдохновиться какими-то идеями. И вдруг у вас скоро тоже такое событие счастливое. Ну и, в принципе, то, наверное, нужно идти к завершению. Мне кажется, видео получилось очень долгим. Я не знаю, когда выйдет это видео, поэтому даже не знаю, что сказать. Может быть, это видео выйдет в сентябре, может, в конце августа. Я не знаю, где я сейчас нахожусь на данный момент. Хочу сказать, что очень вас сильно люблю и большое спасибо вам за поздравления. Это просто невероятно. Везде, повсюду вы пишете слова поздравления, слова такие приятные, трогательные. Огромное вам спасибо, что поддерживаете меня в такой важный период жизни. Подписывайтесь на мой инстаграм также, потому что там, я думаю, появляюсь почаще, чем на ютубе.